Всем привет, ребята, с вами снова Диана, и это новый эпизод Q&A, где я отвечаю на ваши вопросы. Все вопросы вы мне можете задать на Ask, ссылка есть внизу, и обязательно напишите к вашему вопросу хэштег Q&A, чтобы я его нашла и, собственно, ответила на него в своем видео. Вы мне задали немало вопросов, так что, пожалуй, нужно начать. Первый вопрос меня спрашивает, Диана, что ты делаешь, когда тебе грустно? На самом деле, когда мне грустно, я чаще всего пью чай и ложусь спать на кровать, потому что, когда ты поспишь, ты просыпаешься, и как-то все, не знаю, становится лучше, что ли, или просто какие-то вещи усваиваются у тебя в голове, и ты не так сильно о них переживаешь. Но также, когда мне грустно, я пытаюсь найти друзей своих, пытаюсь как-то им рассказать, высказаться, что у меня случилось, обязательно позвонить моей маме, потому что мы с ней очень хорошо общаемся, я ей доверяю все свои секреты и тайны, и все, что у меня происходит в жизни. Поэтому да, первое, это лечь, поспать, просто все это отключиться от внешнего мира. Второе, если тебе не помогло, поговорить с родителями, поговорить с друзьями, они тебе по-любому помогут, и вытащить тебя оттуда. Еще я люблю смотреть фильмы, потому что обязательно смотрите фильмы, просто не отказывайте себе ни в чем, я люблю еще заедать свою печаль, это, конечно, не очень полезно, но я это делаю. Следующий вопрос. Диан, а ты не задумывалась о постоянном месте жительства? В каком городе и стране? Задумывалась, но хочу вам сказать, что я еще не побывала в том городе, или в той стране, в которой бы я однозначно бы осталась жить. То есть я, наверное, лет 12 для себя решила, что я не останусь жить в России, ни в каком случае. Просто, ну, не хочу я там жить. После трех лет в Корее я поняла, что я и тут не хочу жить. Тут классно отдыхать, сюда классно приезжать с семьей. Тут можно так перекантоваться, но ничего особенного. Сейчас я рассматриваю страну, которую не буду вам сейчас говорить, потому что мало ли что, я ее рассматриваю как страну, куда я буду поступать в университет, а также, если я поступлю, то возможность там остаться мне как бы нравится, поэтому... да. Но на данный момент я вообще без понятия. Я знаю точно, что я не хочу жить в России, не хочу жить в Корее. Вот, две вещи. Это будет четыре. Следующий вопрос меня спрашивает. За какую ситуацию в своей жизни ты больше всего благодарна, и какая ситуация дала тебе на большой жизненный урок? Вот это очень хороший вопрос. Я благодарна, на самом деле, за очень многие ситуации в моей жизни. Я благодарна безумно за то, что, наверное, я приехала в Корею, и что у меня есть возможность тут учиться, и узнать столько много разных людей, и понять, чем они живут, и как это связано со мной, и как это далеко от меня, и в то же время очень близко. Я очень благодарна за это, если бы и нет, я не знаю, чем бы я вообще сейчас занималась, и кем бы я сейчас вообще была, как человек, как личный, знаете. Поэтому я скажу, что больше всего я благодарна за то, что у меня была возможность три года назад сюда приехать и остаться тут. Какая ситуация дала мне самый жизненный большой урок? Таких ситуаций было очень много, и я не буду перечислять вам все, но, допустим, вот за 2015 год ситуация была такая, я была на грани срыва, у меня было все, как бы не то, что все очень плохо, но мне очень было тяжело эмоционально, и моя учительница по литературе, я ее очень сильно люблю, она замечательный вообще человек, она очень молодая, и она нам каждый день на уроке нашей литературы повторяла, что вы люди, и вам можно давать слабинку, что вам не обязательно постоянно быть вот таким стержнем, что вам не обязательно скрывать свои эмоции, чтобы не показаться слабым, или вот это вот все. Но вам можно быть людьми, вам можно плакать, вам можно смеяться, вам можно быть злыми, вам можно не быть злыми, вам можно не чувствовать никаких эмоций, потому что вы люди, и вам это свойственно. И это настолько облегчило что ли мою душу, что я не одна такая, и что на самом деле это все нормально, потому что это случается со всеми, ну вот со всеми, нет ни одного, мне кажется, человека, с которыми не случаются всяких таких ситуаций, которые приносят вам боль и вам тяжело просто. Поэтому, да, это была ситуация, где вот я прям, у меня открылись глаза, и я поняла, блин, да я не одна такая, у всех такое происходит, так что я не должна скорить себя из-за этого. Следующий вопрос. Появились ли у тебя любимые книги, не считая тех, что были в предыдущем эпизоде к UNA? Книг я, честно вам скажу, не читала уже очень-очень давно, то есть я сейчас читаю только всё, то, что мне нужно проходить для литературы, двух уроков литературы в этом году по программе, так что пока я не читала ни одной книги, но мы начали читать книжку The Things They Carried, сейчас я погуглю, как она называется на русском. Она называется «Вещи, которые они несли с собой», писатель Тим О'Брайан, и мне она вообще о вьетнамской войне, мне она безумно нравится, хотя я не люблю такие книжки, но он очень интересный такой писатель, и я пока прочитала всего три главы, что ли, но мне безумно очень нравится, и поэтому если вам интересно, что я читаю, то посмотрите вещи, которые они несли с собой. фильмы, из последних, которые вышли, посмотрите обязательно «Интерн», я не знаю, он у вас, наверное, уже закончился или идёт сейчас, потому что у Кореи и в России разные расписания, как они выпускают фильмы, но вот этот вот фильм, он мне очень понравился, он прям, знаете, в нём можно очень посмеяться, и при этом я так много плакала, я просто, у меня лились слёзы, и было смешно и грустно, в общем. В общем, да, посмотрите фильм, очень-очень хороший, мне прям в сердце запал, думаю, буду его пересмотреть, такой душевный, хороший фильм. И последний вопрос на этот выпуск. Расскажи о своих школьных предметах, ну, какие проходишь, там, я не такие, как в России. Да, на самом деле, мои предметы очень отличаются от тех, что я проходила в России, но чтобы не затягивать это видео на минут 15, как оно, наверное, уже и так есть, я расскажу вам примерно, как это всё происходит. Когда я училась в России, а я училась в гимназии, то есть в необычном школе, и, естественно, нагрузка у нас была чуть-чуть побольше, но суть одна и та же. За год мне нужно было пройти 24 предмета. Сейчас, думая об этом, я думаю, блин, как бы я вообще нормально училась с 24 предметами? И эти предметы включали физику, географию, русский язык, литературу, математику, английский, китайский, физкультуру, историю, биологию, химию и куча разных предметов. При таком количестве предметов, конечно, они сделали наше расписание такое, чтобы у меня была биология два раза в неделю, химия два раза в неделю, английский три раза в неделю, русский, математика каждый-каждый день. Иногда по два урока подряд, иногда три урока подряд, вот так вот, в общем. И не важно, нравится ли тебе химия, хочешь ли ты стать доктором, тебе нужно было брать химию. Я не знаю, может быть, в других школах, в которых вы учитесь, это всё по-другому, но именно в той, в которой я ходила, это было так. То есть такие предметы, как физика, химия, биология, вроде, начинались с 8 класса и шли включительно по 12. Просто их количество менялось в зависимости от, в какое большее уклонение вы пойдёте после 9 класса, извиняюсь. В моей же школе все предметы, начиная, наверное, с 5 класса, вы выбираете для себя сами. Но вам не дают полную свободу, вам дают минимум, который вы должны заполнить за все эти ваши годы. Допустим, за 4 года старшей школы, которой 9, 10, 11, 12 класс, я должна взять 4 урока английского, 3 урока математики, 3 урока другой какой-то науки, то есть химия, биология и так далее, 6 лективов, 3 урока социальных наук, то есть история, социология, психология, 2 года искусств и так далее, так далее. В день у меня 7 уроков, и эти 7 уроков, они будут одинаковые на протяжении всего года, то есть за весь год я учу всего 7 предметов. И как бы это сейчас странно не звучало, да, 24 в России и 7 здесь, я считаю, что когда тебе даётся целый год, чтобы выучить 7 предметов, это вполне реально сделать, и ты можешь за всем этим следить без проблем как бы. Так что да, это как работает моя школа, в которой я сейчас учусь, и так как я сейчас выпускница, и большинство своих как бы галочек я закрыла, то есть мне уже больше не надо брать уроки математики, в этом году я не уберу урок математики, потому что я её просто не люблю, ещё один интересный факт обо мне. Зато я беру 2 года литературы, и я могу это сделать, потому что я люблю литературу, и это считается как плюсик. Но если вам интересно, как вообще работает моя школа, как она выглядит, что я там вообще делаю, напишите мне обязательно в комментарии, и я постараюсь снять видео. Также, если у вас есть любые другие предложения для моих новых видео, пожалуйста, напишите мне внизу в комментарии. Не знаю, смогу ли я сейчас сделать вам апартмент туры, потому что как бы вот это, да? Но я постараюсь, посмотрим, как это выйдет. Если же вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы в следующем выпуске Q&A, то, пожалуйста, напишите мне о вас, ссылка тоже есть внизу. И на этом всё, я вас очень сильно всех люблю, и пока-пока! Кем ты в детстве хотела работать? У меня в детстве всё было по плану, как бы. Я хотела работать официанткой, потом подняться до парменов, потом администратором, а потом как бы директором. Вот у меня была такая идея в голове, не знаю почему, но вот так вот. Назови 5 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...